СПЧ-4 Уважаемые ветераны, 4-я пожарная часть и личный состав и сотрудники управления, которые приглашены сегодня на нашу, я считаю, великое мероприятие, потому что 60 лет еще ни одного подразделения с исключением в целом управления не отмечало в своей истории. Поэтому 4-я пожарная часть, которая стала фундаментом и основанием для создания вообще в целом отдела пожарной окна номер 6, является основоположником того великого понятия обеспечения пожарной безопасности на территории закрытого дистанционного территориального образования города Лесно. Сегодня с утра в честь управления, не управления, а в четвертой пожарной части в составе управления проведено одно мероприятие, очень значимое мероприятие для всего личного состава, это честование, память в честь гибели Валерия Замараева, нашего сотрудника, который начинал службу здесь, в четвертой пожарной части, в этом здании, он еще был совсем молодым, был молодым лейтенантом, они очень сильно окружили и с Михалко Кремовичем Вероновым, ныне генералом, уже в отставке. Вот эта дружба, она родила эти добрые и теплые отношения, которые, я считаю, тоже были основными и основополагающими отношения, которые возникают между офицерами нашего управления и между личным составом. Сегодня возложены цветы, по территории четвертой пожарной части мы провели командира войскового соединения, 40-17-44, честно говоря, он сам признался, что я не ожидал, что в пожарной охране, как он мягко сказал, что в пожарке такое возможно. То есть у него такое мнение было, как и у всех, обычно когда такое, пожарная часть от ЕС-5 отвлекает, но под очками получилось. И, честно говоря, я не проверял его, где тем, как его завести, на службу вашими руками, это все добрые ваши руки, руки мудрые, руки умелые. Ну, а сегодня, в честь 60-летия, примите еще у нас самые теплые, самые такие нежные, что ли, поздравления, в честь 60-летия подразделения, в котором принятие сегодня служить. В 2009 году мы постарались со строителями все, что было возможно, конечно, сделать. Реконструировать здание, еще эту пожарную часть, сделать какой-то пристрой, квартиру с первого этажа убрать на второй этаж, сделать максимально удобными помещения для занятия сплотом, гигиенические помещения. Поэтому сейчас часть, которая перед вами, в которую вы несете службу, она более или менее, для них хотелось, конечно, побольше и получше, но она соответствует всем тем требованиям, которые предъявляют сейчас зданием пожарных препод. Поздравляю вас с 60-летием. Удачи, здоровья и всего самого доброго благополучия. Приказом от 7 августа 2014 года в соответствии с положением службы в органах внутренних дел Российской Федерации присвоить очередное специальное звание младшего начальствующего состава досрочно в порядке поощрения старший прапорщик внутренней службы, прапорщику внутренней службы Громову Олегу Эдуардовичу в толщине специальной пожарной части номер 4. Благодаря его мудрым рукам, его заботе, ее спортивной подготовке, которая она есть в нам, и сейчас он ее продемонстрировал и свою строевую выучку десантника. У нас управление очень много десантников и морпеков. Олег, ты самый главный сиденье, наверное. Товарищ полковник, вообще-то чувствую волну. Что вы делаете специальной пожарной паре? С 60-летием, со дня основания войск в ВПЧ-4. Как составляющая города, составляющая комбината, составляющая ядерного счета нашей Родины, вы одна та частичка, которая доблестно несет службу на своем рабочем месте. То, что у нас сейчас мир, в том числе, зависит от вас. Поэтому еще раз вас поздравляем с этим праздником, с достойным праздником. И несите эту службу очень четко, понятно, чтобы никто никогда не смог никому в нашей стране сказать, что наша Россия слаба. Я вот еще раз поздравляю с этим праздником, сдачу вам службу. Мы будем делать весной от 20 августа 2014 года за добросовестную службу, качественное исполнение служебных обязанностей и оперативных задач в связи с 60-летием со дня образования специальной пожарной части номер 4, специального управления ППС номер 6 МЧС России, наградить благодарственными письмами заместителя специальной пожарной части номер 4, капитана внутренней службы Кусаинова Руслана Муратовича. От администрации городского округа, от главы городского округа и Думы мы награждаем наших лучших представителей в этой части. Старшего лейтенанта внутренней службы Толстоухова Романа Григорьевича. Прапорщика внутренней службы Громова Олега Эдуардовича. Старшего лейтенанта внутренней службы Курочкина Дмитрия Олеговича. Старшего лейтенанта внутренней службы Наймушина Виктора Юрьевича. Прапорщика внутренней службы Аверина Алексея Александровича. Прапорщика внутренней службы Черемных Сергея Владимировича. Прапорщика внутренней службы Черемных Сергея Владимировича. Прапорщика внутренней службы Гарпова Игоря Юрьевича. Прапорщика внутренней службы Гарпова Игоря Юрьевича. Уважаемые коллеги, ветераны, друзья. Уважаемый Алексей Юрьевич Игорь Кивильевич. Многоточный коллектив комбината электроэнергии приборов признает вашу заслугу и поздравляет вас с совершеннолетием со дня образования. Я такой термин сам придумал, что 60 лет это только совершеннолетие. А потом, скажем, вам дальше развиваться. Ну и вот сегодня присутствует на этом замечательном событии. Я сделаю вывод, что многие из награжденных это те фамилии, имена, которые были при моем руководстве управлением. И вот я думаю сделать вывод о том, что коллектив четвертой пожарной части, он намного стабильнее других коллективов, где люди проходят службу от начала и до конца. Поэтому, скажем, за это, за спаянность, за взаимодействие большое вам спасибо. Ну и четвертая пожарная часть это то подразделение, которое, скажем, приходилось решать многие задачи, скажем, именно силами части. Особенно это пожары, скажем, в лесном массиве, Жуков камень в сторону Качканара. И вот эти два отделения, скажем, они, скажем, работали не только, но, наверное, и сутками, сменяясь на боевом посту. Что вы сделали? Вы многое сделали, скажем, и добились взаимопонимания, скажем, с руководством завода и с другими организациями, которые расположены на территории дискокации пожарной части. И вот многие из них пришли вас поздравить с этим замечательным днем. Как коллега коллегам хотел бы сказать, чтобы поменьше было тревожных звонков, чтобы в дежурные сутки мы меньше занимались просушкой пожарно-голкового. Ну и дай Бог вам безоблачного неба, счастливого семейного счастья, ну и, конечно, здоровья. Спасибо. От имени руководства ГУК комбинат «Электро Кирпрубор» за многолетний самоотверженный и добросовестный труд, направленный на успешное выполнение оперативно-служебных задач по тушению пожаров, проведению аварийно-спасательных работ, спасанию людей и материальных ценностей на объекте. Вручаются благодарственные письма майору внутренней службы Козлову Алексею Георгиевичу. Аплодисменты Аплодисменты Сержанты внутренней службы Гордиенко Петру Николаевичу. Сержанты внутренней службы Костицыной Надежде Олеговне. Аплодисменты Торщине внутренней службы в отставке Шабалину Ивану Ивановичу. Аплодисменты Прапорщику внутренней службы в отставке Бекмурзину Валерию Бекмурзиновичу. Аплодисменты Сержанты внутренней службы в отставке Трегубов Юрий Николаевич. Аплодисменты Прапорщик внутренней службы в отставке Кириленко Вадим Владимирович. Аплодисменты Сержанты внутренней службы в отставке Громову Дмитрию Эдуардовичу. Аплодисменты Уважаемые гости, уважаемые гости. Наши коллективы на протяжении уже 60 почти лет Наши коллективы в отставке Кириленко Вадим Владимирович. Хотя у нас стоят разные задачи, мы занимаемся производством, вы обеспечиваете безопасность, контролируете ее, но цель всегда у нас была одна. Это поддержание обороноспособности нашей страны. В этот торжественный день мы горячо благодарим вас за ваш доблестный, порой героический труд. Мы желаем вам мирного неба над головой и плава в ваших домах, счастья, самое главное здоровья. Женская половина пусть примет от нас этот букет. Вам мы вручаем этот памятный торжественный адрес. На этом торжественная часть объявляется закрытой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...